В сентябре 1905 года члены русской делегации в Портмунде подписали мирный договор с Японией, завершивший русско-японскую войну. За 17 прошедших после этого лет, меньше одного поколения, Россия пережила Первую мировую и Гражданскую войны. Два голода и Красный террор. Так, произошло столько событий, что их с лихвой хватило бы не на одну страну и не на одно столетие. Поэтому, вне зависимости от политических взглядов и от того, как за эти годы изменилась жизнь конкретных людей, все заслужили немного отдыха и могли себе позволить выпить за Россию и за то, что они остались живы. «Да, это были золотые деньки. Просто райские», – подумалось Михаилу. Эти золотые деньки ушли в прошлое точно так же, как ушли в прошлое сюртуки, корсеты, кадрильи, бейзик, интеллектуальная карточная игра, крепостное право и иконы в каждом доме. Несмотря на то, что для них это были золотые деньки, это было время дремучего суеверия и страшного угнетения. Эпоха, во время которой избранные ели телячьи котлеты, а большинство населения питалось гречневой кашей и прозябало в нищете физической и моральной. Москва, 21 июня 1922 года. Заседание Чрезвычайного комитета Народного комиссариата внутренних дел по делу графа Александра Ильича Ростова в составе товарища Игнатов Заковский-Косарев. Прокурор Вышинский. Ваше имя? Ростов. Граф Александр Ильич Ростов. Кавалер Ордена Святого Андрея, член клуба Жакеев, Егермейстер. Ваше имя? Нас не интересуют ваши титулы. Вы Александр Ростов, родившийся в Петербурге 24 октября 1889 года? Ростов. Да, это я. Вышинский. Должен заметить, что я еще никогда в жизни не видел пиджака с таким большим количеством пуговиц. Ростов. Спасибо. Вышинский. Я сделал это замечание не в качестве комплимента. Ростов. В таком случае я требую сатисфакции за нанесенное оскорбление. Смех. Секретарь Игнатов. Тишина в зале. Вышинский. По какому адресу вы проживаете? Ростов. Москва. Отель Метрополь. Номер 317. Вышинский. И как долго вы там живете? Ростов. Начиная с 5 сентября 1918 года. Почти 4 года. Вышинский. Род занятий или профессия? Ростов. Джентльмен считает ниже своего достоинства иметь профессию. Вышинский. Хорошо. Чем тогда вы занимаетесь? Ростов. Обедаю, обсуждаю, читаю, думаю. Заполняю время обычными пустяками. Вышинский. Вы пишете стихи? Ростов. Было время, когда мне это было не чуждо. Вышинский. Поднимает руку. Демонстрирует тонкое печатное издание. Вы являетесь автором напечатанного в 1913 году стихотворения под названием «Где оно сейчас?» Ростов. Да, мне приписывают авторство этого стихотворения. Вышинский. Почему вы его написали? Ростов. Стихотворение написалось как бы само собой. Так получилось, что однажды утром я сидел за письменным столом, и оно буквально вылилось на бумагу. Вышинский. И где именно это произошло? Ростов. В южном крыле Тихого часа. Вышинский. Тихого часа? Ростов. Это поместье Ростовых под Нижним Новгородом. Вышинский. Понятно. Ну, конечно, как трогательно. Ну, давайте вернемся к стихотворению. После подавления революции 1905 года многие восприняли его как призыв к действию. Вы согласны с такой трактовкой? Ростов. Любая поэзия в той или иной мере – призыв к действию. Вышинский. Сверяясь с бумагами. И весной следующего года вы отбыли из России в Париж? Ростов. Я помню, что тогда цели яблони. Да, судя по всему, это произошло весной. Вышинский. Точнее, 16 мая. Мы понимаем причины, которые подтолкнули вас к отъезду за границу. И более того, в чем-то даже вам сочувствуем. Но сейчас нас больше волнует то, почему вы вернулись в Россию в 1918 году. Вы приехали с оружием в руках бороться с революцией. Ростов. К тому времени у меня полностью пропало желание брать в руки оружие. Вышинский. Так почему же вы вернулись? Ростов. Соскучился по здешнему климату. Смех. Вышинский. Граф Ростов. Вы, судя по всему, не осознаете серьезность своего положения и не выказываете достаточного уважения людям, которые здесь собрались. Ростов. Императрица в свое время высказывала мне претензии по тем самым вопросам, которые вы упомянули. Игнатов. Прокурор Вышинский. Позвольте мне. Вышинский. Конечно, секретарь Игнатов. Игнатов. Граф Ростов. Я вижу, что многие в зале находят ваше поведение забавным, а вас лично милым и очаровательным. У меня есть свое четкое мнение о вас и людях вашего класса. История показывает, что расчет на шарм – последняя надежда нетрудового класса. Меня удивляет лишь то, что тот, кто написал такое стихотворение, превратился в человека, у которого нет абсолютно никакой цели в жизни. Ростов. Я всю жизнь был убежден в том, что цель и смысл жизни человека известны одному Богу. Игнатов. О, да. Это очень удобная жизненная позиция. Комитет уходит на совещание, которое длится 12 минут. Игнатов. Александр Ильич Ростов. Мы выслушали ваши показания и пришли к следующему выводу. Бунтарский дух, которым вы некогда обладали, и который подтолкнул вас к написанию стихотворения «Где оно сейчас», бесследно исчез. Вы превратились во враждебный рабочему классу элемент, изменивший идеалам, которых вы когда-то придерживались. Мы бы с большим удовольствием приговорили вас к расстрелу, но в высших эшелонах партии есть люди, которые высоко ценят ваше написанное до революции стихотворение как вклад в правое дело рабочих и крестьян. Поэтому комитет выносит следующее решение. «Вы приговариваетесь к заточению в отеле, который так любите, но учтите, если вы когда-либо покинете метрополь, вас немедленно расстреляют. Уведите подсудимого». Заверено подписями товарища Игнатова Заковского-Косарева. Это вступление и небольшие отрывки из книги «Джентльмен в Москве» автор Амор Тоулс. Книга читается легко и написана с таким знанием российской истории и бытовых подробностей тех времен, той былой действительности, что мне до сих пор не верится, что ее написал американец, который родился в США в 1964 году. В процессе чтения я несколько раз ловил себя на том, что вижу в имени Амор Рома, если прочитать имя справа налево, и никак не мог понять, а как же расшифровать фамилию. А когда ознакомился с биографией автора, то оказалось, что это его настоящее имя и фамилия – Амор Тоулс. Подробнее ссылка прилагается. Книга понравилась. Читая ее, я не раз ловил себя на мысли, что мне нравится, как она написана, и мне было приятно осознавать, что я читаю о настоящем джентльмене, настоящем мужчине, и что именно с таких людей, современным молодым людям, нужно брать пример. Не говоря уже о том, что я отдыхал, читая эту книгу, и получал истинное удовольствие. В 2017 году роман продержался рекордный срок – 46 недель в списке самых продаваемых книг газеты «Нью-Йорк Таймс», раздел «Историческая фантастика. Твердый переплет». Тоулс, истинный джентльмен в прекрасно сшитом костюме, поражает своими изысканными манерами и восхищается русской культурой. Он испытывает ностальгию по тем временам, когда образование несло в себе нравственное начало и возвышало человеческий дух. Ссылка на интервью. Амор Тоулс. В США нас заверяли, что в России все несчастны. Прилагаю ссылку на плейлист от отрывки из книг, 213 видео, озвученное мной. На этом все. Всего хорошего. Ссылку на эту статью, которую я разместил на конте, я дам в описании под видео, как обычно. Канал Веб-Рассказ Юрий Шатохин. Академ Городок. Город Новосибирск. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok